Испорченные обои, отваливающаяся штукатурка и загубленная электропроводка. Таков результат капремонта крыши в доме на улице Молодогвардейцев. Все выходные Ольга собирала воду, которая течет с потолка в тазике и пыталась сохранить в квартире хоть что-то. А хозяйке, матери Ольги, и вовсе пришлось обратиться к врачам. Нервы не выдерживают. Даже по скромным прикидкам для возвращения к квартире жилого состояния потребуются сотни тысяч рублей. Все капает, все течет, свет пришлось отключить. Маме 70 лет и это все делать, восстанавливать, это все нужны средства. И, конечно, человек очень расстроен, мягко сказать, если. Но все это требует. Главное все это решить с этой крышей, как ее сейчас отремонтировать и возможно ли это вообще. Такая же история во всех квартирах на пятом этаже. Более того, похожая ситуация происходит в десятках многоэтажек Челябинска. Подрядчики фонда капремонта будто не знают о проливных дождях, снеги и заморозках в конце осени. На некоторых объектах ремонт начался только в октябре. Где-то подрядчики сорвали все возможные сроки. Обещали закончить 1 сентября, 2 сентября. Мы обращались к куратору нашему, Рязанову Александру. Сказали, что людей не хватает, забрали на другой объект, на людей наплевали. Заказчик работ – региональный оператор капитального ремонта. У руководства учреждения оправдания стандартные. Подвел подрядчик. Вот только механизм работы по претензиям и ущербу запустить достаточно сложно. Поэтому расходы на ремонт в квартирах, скорее всего, перекинут на собственников. Хотя по закону компенсировать убытки и проводить косметический ремонт должны фирмы-исполнители. Теперь, чтобы добиться компенсации за разгром в квартирах, челябинцам, скорее всего, придется доказывать свою правоту в судах. Но главный вопрос, когда в домах снова будет сухо, остается открытым. Из-за заморозков и сырости, поврежденными могут оказаться бетонные перекрытия многоэтажек.